ЧП на рабочем месте. Инспектора Зверски избили четверо мужчин. И все за то, что молодой человек пытался помешать браконьерам отстреливать птиц на территории Дальневосточного морского заповедника. Происшествие попало на камеру фотографов-любителей. Дальше сюжет. Сезон охоты открыли на неделю раньше. Что стрелять в уток еще нельзя, этот факт компания мужчин из четырех человек дружно проигнорировала. Возможно, распилая алкоголь, устроили стрельбу по птицам на территории Дальневосточного морского заповедника. Стрельбу браконьеров прервал инспектора заповедника. Он сделал им замечание, после чего мужчины сорвали с него куртку, отобрали телефон и разбили бинокль. Избивали его до тех пор, пока он не перестал реагировать на удары. Все могло закончиться трагично, но нападавших спугнули проходившие мимо туристы с фотокамерами. Уходя, браконьеры даже угрожали. Твоя база ночью скорит, я тебе обещаю. Ты меня услышал? После этого браконьеры собрались и скрылись в неизвестном направлении. На помощь инспектору пришли фотографы, которые проводили в заповеднике съемку. Они же и позвонили в полицию. Это далеко не первый случай нападения на инспектора. Открытие сезона охоты и браконьеры выходят на тропу. Об этом с гостем в студии Алексей Леонидович Суровый, заместитель директора департамента охотничьего надзора Приморского края. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Игорь. Алексей Леонидович, расскажите подробности происшествия. Какая информация дошла до вашего департамента? До департамента дошла следующая информация, что на территории природного парка Хасанский, который является в том числе и охранной зоной морского заповедника, совершено нападение на сотрудника морского заповедника. Группа РИЦ браконьерами, которые закрыты для охоты сроки, осуществляли незаконную охоту. Я так понимаю, что вы стали разбираться тоже в этом инциденте, так сказать, если это можно так сказать. В интернете сейчас обсуждают версию, что инспектор сам превысил свои полномочия, должностные инструкции. Ну, вообще-то это инспектор особо охраняемый природной территории, он находился в охранной зоне, особо охраняемый природной территории. В этой охранной зоне он может потребовать у граждан цель нахождения в этой охранной зоне, потребовать документы. По сути, если анализировать ту видеозапись, которая является, он подошел к гражданам и хотел поинтересоваться, что они делали на этой территории. Ну, граждане повели себя неадекватно. Может быть, они были пьяны. Ну, там не может быть, там даже на видео, по-моему, видно, что распивались спутные напитки. Скажите, а инспектор должен ли быть вооружен? Он носит ли с собой какой-то пистолет, нож, топор, оружие? Если посмотреть по службе охотнодзора, то у нас все инспектора нашей службы вооружены, служебным оружием, имеют спецсредства, наручники, дубинки, имеют форменное бандирование с соответствующими нашивками. Мы получаем госохотнодзор, нагрудным знаком и видеорегистратор, чтобы в случае таких инцидентов потом можно было предъявить эту видеозапись соответствующим органам для разбирательства. Подождите, из оружия это дубинки и наручники? Нет, почему? Пистолеты. А, пистолеты тоже есть. И могут их использовать? Могут их использовать для защиты своей жизни, для защиты граждан, для отражения нападения, в том числе и для остановки транспортного средства. У этого инспектора, я так понимаю, не было оружия? Ну, я не готов сказать, потому что это немного другое ведомство. А что это за ведомства? Они перед вами не отчитываются правильно? Это Московский заповедник, он относится, он в прошлом году перешел в ведение Министерства природных ресурсов, то есть это ОПТ федерального значения. Наша служба, она региональная, то есть мы отвечаем за территорию Приморского края, вне заповедников и природных, вернее, и национальных парков. Скажите, ну аналогичные случаи вообще как часто происходят, что на инспекторов нападают браконьеры по краю? Ну, можно сказать, что практически ежегодно. Последний случай был в феврале месяце, когда на нашего сотрудника, нашего подведственного учреждения было совершено нападение. Сотрудник с 11 февраля находится на больничном, то есть находится, не на больничном, а находится в больнице на лечении. То есть травма очень серьезная. По данному гражданину ведется судебный, ну вернее, ведется разбирательство со стороны органов внутренних дел. Самый такой случай, который был и запомнился мне за все время работы в системе охотнадзора, это более 17 лет, это когда на сотрудника госохотнадзора, по-моему, в 2004-2005 году было совершено нападение, и сотрудник погиб от рук браконьеров в Дальнегорском районе. То есть избили, получается? Не избили, а именно целенаправленно убили человека с оружием. Тогда разобрались, нашли виновного, наказали? Тогда разобрались, нашли виновного, человек получил реальный срок. Скажите. На сегодняшний момент, вернее, в прошлом году, в декабре месяце, вышла перечень поручений президента Российской Федерации, который в том числе обратил внимание на защищенность службы охотнадзора, на защищенность граждан, которые занимаются охраной объектов животного мира и средой их обитания. То есть по этому поручению эти граждане должны быть приравнены по своим правам и по своей защищенности к сотрудникам органов внутренних дел. Вы думаете, это как-то изменит ситуацию, и браконьеры не станут больше нападать на инспектора? Конечно. Каждый такой случай должен расследоваться, и люди должны нести именно заслуженное наказание. Потому что, извините за выражение, из-за таких негодяев складывается негативное отношение к охоте в целом и к охотникам. Скажите, а именно вот случай, который произошел неделю назад, ведется же расследование, вам известно, что это были за люди? Вообще, в принципе, их нашли? Да, эти люди их нашли, то есть установили личности этих людей. Сейчас органы внутренних дел проводят свою доследственную проверку по результатам, предоставят нам соответствующие материалы, и мы будем принимать уже определенные процессуальные действия, связанные с тем, что данные граждане находились в охотничьих угодьях, так как это территория. В том числе является и охотничьим угодем голубиного утеса, охотничьего хозяйства. Они охотились в запрещенные сроки, а это подразумевает под собой санкции, вплоть до лишения охоты сроком от одного до трех лет. Ну, я думаю, что их это не особо и напугает, если такую территорию защищает один человек, я так понимаю. Нет, он защищает морской заповедник, а у него охранная зона морского заповедника 500 метров береговой полосы. Эта территория как раз находится на территории охотничьих угодий и на природного парка Хасанский. Эта территория находится в верении департамента. После вот этого инцидента на эту территорию сразу же выехала оперативная группа нашего подъемственного учреждения. Одна со стороны славянки выдвинулась, другая со стороны Хасана. Но в связи с тем, что дороги плохие, то есть они смогли добраться туда уже утром. Скажите, вы знаете, как себя чувствует сейчас инспектор? Сильно ли он пострадал? Ну, инспектор пострадал, живой, нормально себя чувствует. Хорошо, и последний вопрос. В будущем вы планируете, как вы планируете обезопасить своих сотрудников на местах? То есть получается, никакой степень защищенности маленькая? Может быть, сейчас что-то изменится в связи с этим случаем? Ну, сейчас в преддверии весенней охоты мы проводим оперативные мероприятия. То есть в связи с тем, что патрулируются охотничьи угодья. Каждая оперативная группа оснащена не только средствами фото-видео фиксации. У них есть спутниковый телефон, то есть в любой момент они могут вызвать либо подмогу, либо сотрудников милиции. Каждая группа укомплектована сотрудниками милиции, сотрудниками ОМОН. То есть это, по крайней мере, остудит пыл этих вот негодяев, которые захотят наброситься на инспекторов. Благодарю вас, Алексей Леонидович. Я надеюсь, это поможет. Я напомню, гость студии Алексей Леонидович Суровый, заместитель директора департамента охотничьего надзора Приморского края. Эта история прогремела на все Приморье. Результаты проверки принципиальны. Имена браконьеров известны, все жители поселка Хасан. Теперь дело за полицией. Назначено проведение ряда экспертиз. Потерпевший направлен для прохождения судебно-медицинского исследования с целью установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Личности всех участников происшествия установлены. Выясняется роль каждого из них в инциденте. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. И информация для автолюбителей. В одном из автотехнических центров Владивостока прошла первая демонстрация установки Эреглонас. Разработчики прибора приехали в Приморье, чтобы познакомить жителей региона со всеми тонкостями оснащения автомобиля системой экстренного реагирования при авариях. 1 января 2017 года принят технический регламент Томоженного союза, согласно которому все транспортные средства должны оборудоваться системой оповещения оперативных служб. Данная система устанавливается на автомобиль на сегодняшний день, на автомобили, выходящие из конвейера, а также новые автомобили, которые поставляются дилерами на территорию Российской Федерации. На момент вступления в силу не был отработан вопрос именно установки данной системы на единичные транспортные средства, ввозимые физическими и юридическими лицами. Принято все необходимые решения по установке этой системы. И по информации от компании, 5 апреля уже планируется поступление первых устройств. И у меня на этом все. Если вы знаете о фактах любого нарушения закона Российской Федерации, вам есть что рассказать у нас в студии. Пишите на электронную почту, которую вы видите на экране, или звоните по телефону 20-16-00. Мы постараемся разобраться в ситуации. В студии для вас работала Евгения Клепикова. И смотрите Автопатруль. Мы в курсе всех происшествий в крае. До встречи. Автопатруль. 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 Продолжение следует...